Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Современный город невозможно представить без общественного транспорта, способного перевозить десятки тысяч человек в час. Но развитие любого современного города невозможно без ответа на один вопрос. По какой модели развиваться? Транспорт для города или город для транспорта? Как сделать столицу Молдовы территории комфорта, комфорта ее жителей? Об этом и будем говорить в сегодняшнем эфире. В нашей студии муниципальный советник от партии социалистов Виталий Мукан и представитель транспортной компании Михаил Риос. Здравствуйте! 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 Кручевое выражение. Архитектор может прикрыть свои ошибки плющом. А с появлением массового автомобиля, с появлением, с ростом количества автомобилей в городах, прикрыть ошибки транспортной несостоятельности планировки города стало невозможно. Насколько транспортные артерии сегодняшнего Кишинева подготовлены к тем темпам роста количества автомобилей? Как общественного транспорта, так и личных автомобилей. Готовы ли к такому наплыву наши улицы? Это одна часть вопроса. И второй вопрос. Какова все-таки стратегия, должна быть стратегия развития общественного транспорта, развития транспортных артерий Кишинева, чтобы суметь, знаете, не создавать конфликтную зону между пешеходом и транспортом, между пассажиром и общественным транспортом, а наоборот создавать зону комфорта? На сегодняшний день вообще город Кишинев, он предусматривал расширение транспортных артерий, расширение системы дорог. Но на сегодняшний день с этими застройками, с этими, то, что творится в городе, с незаконными застройками, мы сегодня не имеем возможности настолько расширять транспортные артерии. Второй вопрос, что эти расширения транспортных артерий, это необходимы огромнейшие финансовые средства, которых у города и у страны на сегодняшний день нет. То, что касается стратегии, в этом-то вся проблема, что документы какие-то по стратегии развития, они есть, они где-то опалятся на полках, но внедрение этой стратегии последние как минимум 10 лет мы не наблюдаем. Но вообще, если взять по-хорошему, то и последние 25 лет мы не наблюдаем какой-то стратегии развития именно общественного транспорта, именно инфраструктуры города, вообще транспорта в муниципе Кишино. То есть, такая ситуация на сегодняшний день. Михаил, вопрос вам. Вот ваш взгляд изнутри всего этого. Вы занимаетесь, так сказать, управлением транспортной компанией, вы знаете эту проблему изнутри, вы знаете, каково сегодня работать транспортником на дорогах главного города страны. Вот что, на ваш взгляд, является главной проблемой сегодняшнего общественного транспорта столицы? Очень трудно ответить на такой вопрос, потому что проблем много. Давайте разделим или попытаемся выделить главные, если бы так, по блокам. Первое, это плановое развитие должно быть. То есть, отсутствие планового развития? Я говорил господин Виталий о том, что есть стратегии, есть планы, проекты разработанные. И в этом нам помогали немецкие специалисты, румынские специалисты. Были программы разработаны до мельчайших тонкостей. Имелось в виду и развитие инфраструктуры дорожной, что предусматривает заезды пассажирского транспорта в карманы, пешеходные дорожки, подземные пешеходные дорожки, перекрестки в 2-3 уровня для того, чтобы разгрузить город. К сожалению, как Виталий сказал немножко раньше, все это требует огромных денег. Я могу говорить о той отрасли транспортной, в которой я работаю сейчас. Имеется в виду перевозка пассажиров приватным частным транспортом, микроавтобусами так называемыми. На сегодняшний день, если одно время в начале этого движения в 1994 году было такое стремление у большинства населения помочь городу, чтобы выйти из транспортного коллапса, так сейчас просто все разочаровались. Почему? Есть и объективные причины, и субъективные причины. Объективные те, которые нам приносит сегодня, на сегодняшний день природа. Мы не можем сегодня зарабатывать такие деньги, чтобы развивать инфраструктуру дорожную, чтобы развивать транспорт, чтобы воспитывать хороших, культурных, вежливых водителей. Я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, зрители тоже. Поэтому, а есть субъективные, которые зависят от нас, субъектов. Мы не всегда правильно реализуем те положения, которые разрабатываются нашими архитекторами или нашими стратегами. Например? Ну, например, хорошая инициатива была, когда мы начали развивать транспорт, частный транспорт. Люди готовы были внедрять любые деньги, потому что приезжали из Европы с хорошими деньгами, покупали по две, по три машины, даже по 10-12 машин ставили на маршруты. Но эта инициатива не получила дальнейшего развития. Вместо того, чтобы этот транспорт развивался, он удобен для пассажира. Он маневренный в условиях нашей тесноты в городе, неудобности в городе. И удобный для любого, попасть в любое место на работу. Я имею в виду самый сложный подход, где есть. Можешь на этом транспорте подъехать к работе. Но все это заглохло. И как мы будем дальше развиваться? Мы хотим, чтобы развитие было в комплексе с большим транспортом. Я имею в виду автобусы большие, авто-аутокары и троллейбусы. Параллельно, чтобы развивалось и такси, и наш средний вместительный транспорт. Но сегодня пока мы не знаем. Насколько я помню, именно такая модель существовала в советское время, когда был достаточно хорошо развит общественный транспорт Кишинева, наряду с этим существовало и маршрутное такси, когда из центра города заставляло в пригороды столицы. В городском такси, когда им управлял господин Руссу Федор, всегда был транспорт в подмогу городу, пассажирский транспорт, микроавтобусы. Эти 8-12 местные были, фольксвагены. К сожалению, этот вид транспорта развития своего не получил, потому что опарафинили вот эту идею. Этот транспорт всегда бросали на подмогу большому транспорту. Там, где пробки образовывались, там, где большое скопление людей, которые большой транспорт не мог вывезти, помогали именно этим транспортом. И быстро рассасывались все пробки, все эти толпы людей. К сожалению, дальнейшего развития вот это не получило. Я хочу добавить то, что почему не развивается транспорт и по стратегиям, и вообще по развитию. Значит, мы видим, что за последние годы все делалось для того, чтобы уничтожить, для того, чтобы разладить эту систему, чтобы не делать для того, чтобы… Систему общественного транспорта. Потому что, как основой, если мы говорим о том, что город должен быть для людей, то в первую очередь, первостепенная задача, это должен быть общественный транспорт. И что делалось? Это аннулировались маршруты. У нас есть доказательства, причем незаконно. Это бывший наш примар Киртуака, то есть он своим решением аннулировал маршруты. Потом через суд эти маршруты восстанавливались, потому что это были незаконные решения. Но, однако, маршруты уже на бумаге восстанавливались, а де-факто в автобусы или маршрутки уже не возвращались по этим маршрутам. Я хочу сказать, что в середине 90-х руководители транспортных компаний, маршрутных такси подставили плечо городскому хозяйству и, будем говорить, спасали кишиневцев от транспортного коллапса. Но идея развилась в том, что мы сегодня видим. Это первое. Второе. Вот на сегодняшний день в каком состоянии общественный транспорт? Ведь я понимаю, что сохранение сегодняшнего парка маршрутных такси необходимо по причине того, что парк общественного транспорта еще не в состоянии охватить всю столицу. Вот, Виталий, вопрос к вам. В каком состоянии сегодня автобусные и троллейбусные парки в лучшем, в худшем, в сравнении с тем, что было в 90-х годах? Что делается для того, чтобы обновить сегодня автобусы? Ну, однозначно, состояние намного хуже, чем было в начале 90-х. То есть, единственное достижение в муниципе, единственное достижение города это то, что был обновлен парк троллейбусный. Значит, из 300 троллейбусов, которые выходят на линию, 200 были обновлены. То есть, да. Шумицы помнят этот огромный кредит. Да, да. Но, опять же, все, как обычно, у нас делается не так, как у людей, и не по-человечески. И, опять же, в чем именно идея либеральной партии, именно Киртуак? Они всегда на первое место ставят финансовый вопрос. Они всегда ставят выгоду, они всегда ставят цену. Но это неправильно. На первом месте везде должен быть человек. Должен быть пассажир. И когда мы будем ставить человека на первое место, и все делать для того, чтобы для комфорта человек, тогда не было бы этих ошибок, что троллейбусы были куплены без кондиционера. Летом там невозможно проехать. Сейчас какие-то идеи воплощаются тоже, не думая о людях. Автобусный парк полностью был разрушен. И последние автобусы были в 2006 году закуплены правительством, даже не при Марии. Маршрутное такси полностью было запрошено, полностью уничтожено. И если в начале 2000-х они как-то поднялись, и были какие-то меры предприняты, то последние годы просто уничтожался этот транспорт. Хотя его, если бы правильно перенаправить, правильно использовать и правильно его распределить, это был бы в помощь общественному транспорту. И в любом случае надо включать его в схему разбития общественного транспорта. Этот вид транспорта нужно включать. Но хочу вам сказать, что с тех пор, как мы пришли в муниципальный совет, мы особое внимание уделили именно общественному транспорту. И именно автобусному парку. Потому что на сегодняшний день те автобусы, которые выходят 100 единиц автобусов, и то многие из которых либо в ужаснейшем состоянии, то есть это некомфортный вид транспорта для пассажиров. И основная часть людей вынуждена... Почему мы говорим? В чем проблема самая основная? Что автобусы у нас в плачевном состоянии, троллейбусы у нас без кондиционеров, и в часы пик, либо в летом люди тоже не сильно охотно садятся в эти... Кишиневцы помнят фотографии автобусов, троллейбусов, где можно было разглядеть даже дорожное полотно. Это автобусы, да-да-да. Автобусы это отдельный разговор. То есть все, у кого есть возможность... Почему? Маршрутки, которые перевозили огромнейшее количество пассажиров. Кстати, я сделал анализ, и там получилось порядка 2 миллионов поездок в год. Потерял общественный транспорт за последние 3 года. То есть эти 2 миллиона поездок... на личный транспорт, на свои машины. И теперь человек, если пересел на свою машину, на личную, его намного сложнее перевезти в общественный транспорт. Но мы поставили... Особенно в такой, в которой он сегодня существует. Поэтому мы поставили такие задачи перед собой, перед муниципи. И мы в течение 3 лет уже настаивали на том, чтобы были включены в бюджет и были закуплены новые автобусы, комфортабельные автобусы именно для автобусного парка. Потому что если троллейбусный парк более-менее как-то еще предоставляет качественные услуги, то автобусный парк необходимо срочно. Поэтому мы наконец-то в этом году были заложены какие-то деньги. И мы утвердили сейчас на совете закупку новых, закупку 50 автобусов. Это тот минимум, даже ниже минимума, который необходим на сегодняшний день. Значит, мы вообще видим, что на сегодняшний день правильнее запустить какие-то инвестиционные программы на несколько лет и в срочном порядке, конечно, получить минимум 100 автобусов, 150 автобусов, для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Они как снег на голову не упадут. Для этого нужно продумать финансирование. Правильно. То есть, опять же, мы говорим по программе инвестиций. Потому что если мы говорим сейчас о 50 автобусах, то под такой же программой можно бы говорить о 100-150 автобусах, для того, чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему. И в тот момент, то есть, это должен быть первый этап на пути того, чтобы, предоставляя качественные услуги, переманить этих пассажиров именно в общественный транспорт. И все же, какой должна быть стратегия развития городского общественного транспорта Кишинева, на ваш взгляд? На чем она должна строиться? Что нам необходимо в первую очередь? Нам нужны дороги, нам нужны новые транспортные единицы, нам нужны новые маршруты, нам нужна новая ментальность использования общественного транспорта, нам нужен запрет частного транспорта в центре города. Вот из чего должна состоять, на ваш взгляд, стратегия? Ну, во-первых, мы видим так, что, во-первых, для того, чтобы что-то с человека требовать, либо ставить какие-то условия, надо человеку предоставить альтернативу. И как первый этап, я почему говорю, что первый этап – это предоставление качественных услуг общественного транспорта. После того, как мы предоставим человеку качественный общественный транспорт, что это такое предоставляет? Это тоже комплексная проблема, потому что не просто купить 50-100 автобусов, пустить их по каким-то маршрутам и все, и это будет качественный транспорт. Нет, это входят, во-первых, и электронные билеты, и электронные этикетирования, тоже, которые мы параллельно пытаемся внедрить. Это также GPS-мониторинг транспортного средства. Сейчас в век технологий, когда есть разные приложения, когда есть разный интернет общедоступный, эти технологии можно внедрить очень быстро и очень эффективно, они должны работать во благо именно горожан. То есть человек должен прийти на остановку, он должен иметь возможность через приложение войти в какое-то приложение и увидеть, через сколько будет то или иное транспортное средство, тот или иной автобус подъедет на остановку. Он должен войти в автобус или в троллейбус, где будет прохладно. Он должен в галстучке оставить свою машину на перехватывающих парковках, и тогда, когда мы предоставим эту качественную услугу, тогда мы уже можем говорить о платных парковках в центре, как инструмент регулирования. Второй вопрос. Эти парковки, которые сделал наш Киртуак по Штефану на Чалмаре, это вообще недопустимо, потому что это блокирует весь центр города по обочинам дорог. Это не должно быть этого. И тогда мы, но опять же параллельно, есть технологии, то есть необходимо ввести именно мониторинг дорог. У нас камеры для чего установили? Чтобы штрафы забирать. Как обычно, у нас все делается, у нас же что? Все для людей. Камеры поставлены, чтобы штрафы собирать, собирать деньги. Парковки они хотели внедрить по всему городу, несмотря ни на что, и не давая альтернативу человеку, чтобы деньги собирать. Но камеры должны работать на том, чтобы регулировать как-то трафик. Это должна быть система, интегрированная вместе со светофорами. Это должен быть второй момент, что электронные билеты и GPS-мониторинг для чего? Для того, чтобы понимать, сколько пассажиров в какое-то время, в часы пик. Куда эти пассажиры двигаются? То есть, электронный билет показывает пассажиропотоки. Согласно этим пассажиропотокам, изменять именно маршруты. И тогда мы, предоставив качественную, комфортную услугу пассажиру, можем разгрузить и город, и можем навести порядок. Да, понимаю. Михаил, вот опять же, вам вопросы и как к кишиневцу, и как транспортнику. Что бы вам хотелось изменить в сегодняшнем Кишиневе, и чего бы вы ждали от Кишинева, например, завтрашнего дня? Каким бы вы хотели его увидеть? Я вижу проблему в менталитете. Менталитет кишиневцев, и в том числе и водителей, которые обслуживают кишиневцев. Это целодельная каста людей, мне кажется. Каждый водитель должен усвоить себе раз и навсегда, что он поставлен не грести деньги, а обслуживать кишиневцев, и обслуживать качественно. Вот о чем мы должны думать. К сожалению, наши неоднократные обращения в школы, подготовящие водителей, не привели к тому, чтобы улучшить в этом домене ситуацию. Водители, как приходили, плохо подготовлены, подготовлены для того, чтобы работать в условиях столицы, говорим о столице, в Урбе. Мы говорим о том, что здесь вся культура. Культура народа. Этого нет. Это кадры. А профессиональная подготовка выяснили? У нас есть факультет, готовящийся менеджеров для пассажирского транспорта, грузового транспорта в политехническом университете. Эти силы никуда не используются. Так, компанейские иногда их привлекают к тому, чтобы посчитать, сколько пассажиров у нас есть на определенных участках дорог. И все, и все. А привлекать их к тому, чтобы они разрабатывали различные программы по обслуживанию различных микрорайонов города. Вот здесь Виталий говорил о том, что правильное распределение должно быть транспорта. Конечно, транспорт надо, чтобы распределяла специальная служба. Такая служба не чувствуется в нашем городе. Диспетчерская служба. Мы же наблюдаем какие-то будки диспетчерские по городу. Да при чем здесь будет? Это в том-то и дело, что будка, как конура у собаки. Так и у нас диспетчера, получается. Это должна быть служба, хорошо оборудована электронной техникой, связью, телефонной и так далее. Для того, чтобы в нужный момент перенаправить поток транспорта, перебросить с одного участка на другой участок, где необходима помощь этого транспорта. Ну и, конечно, проблема, как говорил Виталий, в том, что у нас проблема не как одна существует, а комплекс проблем, которые мы должны потихонечку, спокойно разгребать, обсудить, увидеть или выяснить, какие нужны средства и где мы можем эти средства добыть, и так далее. Одно время я предлагал, ко мне обратились из Европейского банка в Бухаресте, из департамента по невозвращаемым кредитам. Обратились, говорят, мы готовы с вами, молдаване, сотрудничать, давайте будем сотрудничать. Ну, попытались мы этот вопрос решить. Какие-то объективные и субъективные причины привели к тому, что просто этот департамент от нас отвернулся. А могли использовать. Говорят, мы даем от полтора до трех миллионов евро на каждую компанию, которая хочет обновить свой парк, иметь кадры хорошие, чтобы хорошую зарплату выдавать и так далее. Но, к сожалению, мы заглохли. Сейчас эти люди опять к нам апеллируют. Говорят, молдаване, проснитесь, мы, есть деньги, которые валяются, их надо подобрать. Мы их не можем подобрать, потому что много лет тому назад, когда мне предложили такую услугу, у меня друг давно за границей живет, эмигрировал из Молдавии, хорошие деньги имеет и говорит, Михаил, я могу внедрить в то дело, за которое ты взялся. Я обратился к тогдашнему вице-премьеру, Анатолий Никонорович Макряк был, Макряк-Цуркан. Он говорит, я тебе не могу гарантировать, что ты свои деньги, что ты эти деньги вернешь назад своему товарищу. И все. Это говорит о том, что мы должны иметь ближнюю и дальнюю перспективу, и чтобы мы были уверены в том, что то, за что мы возьмемся, мы решим. Должно быть какое-то, будем говорить, государственное или на уровне города, какие-то гарантии, поддержки? Вот именно, что должны быть гарантии. У нас произошел такой казус. Наш коллега, Смокин Афанасий Васильевич, который работал одно время, он создал дирекцию транспортную в примарии, он работал министром, депутатом в парламенте, и он внес свои деньги для того, чтобы приобрести автобусы на маршруты, которые он администрировал. Его фирма администрировала. Ну и что? Он был вынужден эти автобусы за копейки продать назад, вернуть. Ну, в смысле, продать, потому что ему не гарантировали устойчивое рабочее место для его транспорта, для его людей. То есть загрузка в министре с пассажиропотоком? Практически. А есть много людей, желающих в нашей среде внедрить или внести свою лепту в развитие городского пассажирского транспорта. Понимаю. Ну вот вы затронули тему, такую достаточно тонкую. Все, кто любит дефилировать по социальным сетям, так или иначе, натыкаются на различные видеоматериалы, снятое на мобильный телефон, о поведении водителей маршрутных такси. И вот в связи с этим возникает вопрос, а уровень профессионализма этих людей, насколько высок? Ведь дело в том, что им доверены жизни людей, десяток пассажиров за спиной. И мы знаем, что практически нет месяца, когда не бывает дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси. Вот какова доля внимания к профессиональной подготовке вот подобных водителей в транспортных компаниях? У нас существует при АИТе, существует центр по переподготовке водительских кадров. Но и без справки из этого центра, подтверждающей профессионализм этого водителя, мы не можем ставить на серьезные маршруты работать этих водителей. А сейчас приходят неподготовленные профессионально. Я не говорю о том, что они знают, не знают, как они знают техническую сторону. Даже о технической стороне я могу говорить. Есть неподготовленность в работе с людьми на маршруте. Не люди тебе служат, не народ тебе служит, а ты людям. Раз ты пришел сюда, значит, ты должен работать для этого населения, для этих людей. И всячески проявлять внимание и объяснять, иметь силу воли для того, чтобы объяснить человеку, если ему надо попасть куда-то, в какую-то контору, в какой-то административный пункт, и так далее, и так далее. Магазин, то ли рынок, и так далее. Значит, водитель должен уметь это объяснять. Должен быть как гид и как человек, который приветствует приезжих в городе и старается сделать этим своим поведением наш город еще более привлекательным, чем он есть. Это же город вальса, доги, это город вся высокой культуры, артистов наших, музыкантов, писателей и так далее. И простых рабочих, которые всегда гордились Кишиневым. А сегодня приводится, город наш деградирует просто интеллектуально, будем говорить так. Начиная с самых простых услуг, транспортных услуг. А транспортные услуги должны быть в первую очередь, потому что транспорт – это средство, которое позволяет человеку добраться до необходимого, до работы, до необходимого места, куда он хочет попасть. Мы все помним тезис, транспорт – не роскошь, а средство передвижения. Но вот вопрос еще такого рода. Ведь автобусы, троллейбусы – это тот ресурс, который требует особого внимания. Это не самовозобновляемый ресурс. Ему нужно чинить, менять какие-то агрегаты. Но вот, мне кажется, напрямую воздействует на возможности этого ресурса то дорожное полотно, по которому оно движется. То есть средство обитания, транспорт – это дороги. Мы говорили с Виталием перед началом передачи о том, что вид транспорта, привозимого в страну, должен соответствовать виду столицы. То есть определенным критериям. Обязательно, обязательно, чтобы этот транспорт был доступен и для пожилых людей, и для инвалидов, и для коллег, и так далее, и для детей. Чтобы доступ был, чтобы этот транспорт был именно доступен. И чтобы он вошел в этот автобус, или в этот любой транспорт пассажирский вошел, ему было приятно от того, что его дружелюбно встретил водитель, дружелюбно встретил кондуктор, остальные люди, то есть другие его пассажиры, не напряжены, не нервированы, и не ругаются друг с другом. Представляете, ну, очень сложно сейчас найти такой транспорт, в котором тебя обслуживают как следует. И в том числе и наш транспорт. Транспорт микроавтобусный. Но здесь проблема очень глубоко зарыта. И мы ее никак не можем разрыть. Я неоднократно, когда была не полиция, а патрулари, как они себя гордо называют, а была дорожная полиция. Дорожная. Мы встречались, обсуждали вопросы безопасности передвижения по городу, безопасности посадки в автобус, высадки из автобуса, поведения в автобусе. И мы имели такую возможность обсуждать эти вопросы с дорожной полицией, с членами дорожной полиции. Сейчас, как было, караулили за деревьями, за столбами, за кустами, зачем можно спрятаться. И никакого воспитания водителей нет со стороны этой дорожной службы. Поэтому, и другой вопрос. Я обращаюсь из этого зала к директорам или тем хозяевам этих автошкол. Возьмитесь за воспитание ваших подопечных. Обучайте не только материальной части транспорта, а и правилам культурному поведению на улице, то есть на дороге. Ужас, особенно молодежь, которая выходит из этих школ, безаляберно за рулем. Я хотел добавить... Видно, что выстраданная проблема, да. Я хотел добавить по поводу того, что сказал коллега, насчет инвалидов, насчет детей, насчет мам с колясками, чтобы удобно было, удобный был доступ к транспорту. Что мы видим? Мы видим на прошлом заседании, когда мы утверждали по закупке автобусов, именно тех заданий. И у нас наш коллега, господин Топало, предложил вместо трех дверных автобусов, для того, чтобы сэкономить 5 копеек или какую-то сумму сэкономить, давайте мы закупим двухдверные автобусы. Ну это что? Это опять же говорит о том, что мы не заботимся, то есть мы. Они не заботятся именно о комфорте людей. А в первую очередь, думаю, о каких-то мелких интересах или выгодах. И хороший вопрос, то, что вы задали по дорожному покрытию. Состоянию транспортного покрытия. Это что получается, очень скудное финансирование дорожного? Нет. Или качество работы? Нет. В первую очередь, это менеджмент. Я всегда говорю, не проблема в качестве работ. То есть проблема в качестве работ, но в первую очередь, виноват менеджмент администрирование этих работ, администрирование контроля за этими работами. Что мы видим? Мы имеем Олегу Руссову, который восстанавливали в два раза дольше и в полтора раза дороже. Мы имеем проект Штефан Чалмари из шести улиц. То есть этот проект на 24 миллиона евро. Это огромнейшие деньги. Никто не говорит, что денег нет. То есть 24 миллиона евро. Они, во-первых, опять же, в два или в три раза дольше срока ремонтировали. Они отремонтировали из проекта из шести улиц. Они на сегодняшний день закончили три улицы. То есть половину проекта. Второй вопрос. Качество работ очень низкое. Контроль очень низкий. Если компания, иностранная компания, которая контролировала качество работ, на вопрос наш, почему такого плохого качества дороги, они говорят, мы все вписали в отчетах. То есть они считают, что их работа заканчивается тем, что надо написать в отчете, как было ремонтировано. Ведь нужно предусмотреть какой-то гарантийный срок обслуживания. В том-то и дело. Непонятно, что с гарантийными сроками. Мы видим Олегу Руссо, у которого есть множество проблем. И есть компании, которые проводили аудит, уже сейчас экспертизу этой дороги. И там огромнейшие проблемы. А это мы говорим о дорогах, в которые вкладываются миллионы, которые нам еще предстоит возвращать. Это кредиты, которые мы будем возвращать. Мы говорим о том, что берется кредит на проект с шесть улиц. И все. И они три улицы восстановили. Что такое восстановить улицы? Они просто меняют покрытие. То есть под громкими словами, что финансируется иностранными инвесторами, финансируется из-за границы реабилитация улиц, и они просто меняют покрытие. Они просто меняют тротуарную плитку. Причем качество этих материалов низкое, качество работ низкое. И мы получим то, что дорогами мы будем пользоваться 5 лет еще, после которых придется восстанавливать эти дороги. А кредит будем расплачивать 25 лет. И поэтому в этом направлении очень много проблем. И можно очень долго говорить. У нас нет четкого понимания восстановления дорог. У нас нет четкого понимания. Мы не говорим уже о развитии дорог, о том, что многоуровневые развязки, о том, что другие дороги надо строить. Мы не можем восстановить то, что мы имеем. Значит, Киртуака, кстати, перед, вот вы говорили про таксопарк, перед выборами в 2007 году, когда он пришел в предвыборную кампанию, он, в таксопарке ему задали вопрос, уважаемый кандидат, вот табачный комбинат, есть большая проблема, там большие пробки, это 2007 год. На что он сказал, выбирайте меня, решим. Мы сегодня в 2018, и Киртуака прошел, и другие примары, и никто не хочет решать эту проблему. Хотя можно было и инвестиции привезти в страну для того, чтобы реабилитировать и как-то, но для этого нужно работать, для этого нужно понимание, для этого нужно видение по развитию. И почему я говорю, что мы не можем восстановить? А почему мы не можем восстановить? Потому что профильные управления не имеют элементарно, не ведут учет по ремонту дороги. То есть, каждая дорога должна иметь паспорт для того, чтобы понимать, сколько вкладывается в год на ремонт этой дороги, не выгоднее ли восстановить полностью эту дорогу для того, чтобы не вкладывать. Ну, есть процессы, технические процессы, которые необходимо уже давно внедрять и работать по этим шаблонам. Возникает вот такой закономерный вопрос. Смотрите, мы наблюдаем такую затянувшуюся ситуацию деградации. Да, отремонтировано 3 из 6 дорог, но это же не все, там 3 из 6 улиц, не все, что сегодня находится в столице. И ощущение снижения уровня жизни в столице продолжается. Ведь город не становится лучше с каждым годом. Он почему-то становится при всем том, что вкладываются какие-то деньги, становится понемногу все хуже и хуже. И возникает такой вопрос. Хорошо, а где эта точка, с которой мы либо пройдем точку невозврата и превратим этот город в нечто такое, знаете, средневековое, либо наоборот, точка, когда мы сможем найти, знаете, дно, от которого начнем отталкиваться. То есть, когда может быть, по-вашему, момент, когда что в этот момент кишневцы почувствуют, начались изменения к лучшему? Я не буду говорить о том, что Кир Туака был, и Уритяну был, Урсу был, и мэром были города. Я хочу сказать, привести один простой пример. Со сборной командой Республики Молдова по футболу я поехал на отборочный матч в Германию к чемпионату мира 2002 года, в 99-м году. Жили мы в Эрхарте. Играли мы во Франкфурте на Мане. Играли там матч. В Эрхарте я жил в гостинице на X-образной, U-образной дороге. Вот такой U-образной. И на перекрестке образовалась ямка. Была, видимо. Во-первых, она была огорожена со всех сторон светящимся предупреждающимися знаками. Мечта каждого кишневского водителя сегодня. Таких светящихся пятен было бы по городу миллион. Указано. Ахтунг, внимание и так далее. Я запомнил еще эти немецкие слова. Пришли. Я там неделю был. Выдолбали до дна, до фундамента дороги. Залили. И через все дня приехали и сняли пробу. Еще через день загладили. То есть, верхнее покрытие сделали уже. Верхнее. Я подошел. Вот так как здесь гладко на столе. Там швы не были видны. И не чувствовались. Я так провел рукой по этим швам. Только цвет. Чуть-чуть цвет не подобрали. Прекрасная реклама немецкой рабочей силы. Это технология. Технология. И не просто технология. Это работают высокие специалисты. Дорогу должны делать люди, которые любят свой труд. И которые хотят, чтобы все передвигались по хорошим дорогам. Они, которые хотят, выдали там этим респиратором каким-то, выдали пыль из ямки. И лопатой туда шлепнули асфальта. И потом катком накатывает. Все. Посмотрите, поднимитесь выше Штефана Челмари и посмотрите на дорогах, что творится, которые ремонтировали в прошлом году. Возьмите та же улица 31 августа. Латка на латке. А то и яма. Как попал Албешара. А въезд в город со стороны Аргеева. Въезд в город. Латка на латке. И такие ямы, что если ее зеванул, так ось полетит или колесо полетит. Короче, вот такие у нас специалисты. А специалисты должны быть, опять же, подготовлены. Подготовлены. И должны быть те люди, которые любят свой город. А не кто-то приехал сюда, в этот город. И я отдал городу свои здоровья. Я понял. Вот вы точку отсчета, наверное, начали бы, наверное, после появления здесь первой бригады немецких специалистов по реновации городов. Наверное, вот так, да? Да. Ваше видение. Ну вот по точке невозврата, я думаю, что мы ее давно прошли. И мы все должны осознавать, что чем дальше мы допускаем эту деградацию города, тем сложнее будет выходить из этой ситуации. То есть мы... Сложнее, дороже. Сложнее, дороже. Но при любых деньгах в любом случае это будет необходимо время. И время, которое невосполнимо. И есть вещи, которые вообще невозможно будет исправить. Мы... И есть проект, примерно один пример. Есть проект расширения Котовского шоссе от 40 лет до моста телевидения. Значит, мы видим, что там выше Докучаева уже застраивается все. Мы как эту дорогу будем расширять? Даже при... При том, что если будут финансы, и будут возможности расширять. У нас вот... И вот такие моменты, когда вот эти застройки... Почему мы там против этих застроек? Потому что не предусматриваются ни парковочные места, ни... Извините, не позволяют городу развиваться. Именно инфраструктура дорожная, инфраструктура по сетям не позволяет нагружать этот город. Город должен расширяться вширь, если мы не хотим там коллапс. Но в любом случае, на сегодняшний день... То есть, ну, критикуют многие. А именно делать реальные вещи какие-то для города, делать и понимать, как эту ситуацию исправить и как вывести этот город из той ситуации, в которой он находится, очень мало. И поверьте мне, вот сейчас предвыборная кампания начнется, и специалистов, которые будут говорить по геополитику, либо какие-то общие фразы, будет очень много. А специалистов, которые конкретно понимают, чем болеет город, какие проблемы у города и как эти проблемы решать, будет очень мало. И я обращаюсь ко всем телезрителям, к жителям города, что нужно, может быть, настал момент взвешенно понять, кто понимает эти проблемы, кто видит пути решения и кто сможет вывести и именно дать шанс этому человеку, либо этой команде для того, чтобы вывести город. И не для того, чтобы... Не ради этого человека, не ради этой команды, а ради всего города. Потому что просто обидно. Родной наш город и превращается в тот хаос, который он превращается. Сегодня вы все прекрасно понимаете, Кишинев это такая копилка для определенной части политиков, людей, которые фактически разрезают его как пирог, между собой делят. Вот здесь вы застраиваетесь, тут мы, а что завтра, никого не волнует. Никого не волнует. И поэтому ради нас всех, ради жителей города, ради людей, которые болеют за этот город, потому что мы сегодня обсуждаем одну из маленьких частей, это транспорт, общественный, важная часть, инфраструктура дорожная, транспорт. Это очень важная часть города, но это лишь маленькая часть. И для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы эта ситуация была видима, это надо в комплексе все это решать и изменять эту ситуацию. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я все равно чувствую себя жителем Средневековья. Почему? Потому что, когда ныряешь в пространство интернета и изучаешь эту тему, например, как в других странах все происходит и читаешь, что, например, в Великобритании специально зеленая полоса для электроавтомобилей, которые здесь же, передвигаясь по этой зеленой полосе, еще и заряжаются. Когда ты смотришь и читаешь то, что в Германии есть, например, специальные светофоры для велосипедистов, они находятся на таком уровне, чтобы их было удобно видеть, и они рассчитаны таким образом, работа их рассчитана таким образом, чтобы велосипедист попал на зеленую волну и передвигался с определенной скоростью, проезжая, не остановился на перекрестках, а зеленая волна для автомобилей вообще уже, так сказать, априори она существует. У нас это когда-то было, мы растеряли, а нового ничего построить пока не сумели. Мой коллега в Праге, я был у моего коллеги, в Праге был. И он припарковал, ну, хотел меня угостить там в ресторане, припарковал машину и не посмотрел на знак. И заплатил тысячу крон. А там был знак для инвалида, показано было. Три тысячи этих крон, крона заплатил. Я говорю, ну что, Саша, я мог бы ошибиться, но ты? Я хочу просто вставить несколько слов или изречений, что ли. А я верю в свой Кишинев. Я здесь родился, я здесь вырос, я здесь выучился, создал семью, воспитал детей, воспитывал и воспитывал и дальше своих рабочих. И верю в кишиневцев. Нельзя смотреть только на черное и на ту грязь, которая приходит нам несвойственная. И нам не присуща эта грязь. Мы люди того, чтобы все было светлое, все было яркое, все было видно. Михаил, спасибо вам за этот оптимизм. Мы, в общем-то, его с вами разделяем. И есть тут, допустим, все наши сожаления, которые высказываем в эфире, они, в общем-то, продиктованы тем, что нас поставили в условия людей, которые в зоне, в которой должна быть комфорта, стала зоной выживания. Поэтому, разделяя ваш оптимизм, надеемся на то, что в городе все изменится. Спасибо за эту встречу. Думаю, зрителям было интересно. И с удовольствием будем продолжать этот разговор в эфирах. Спасибо вам за то, что пригласили. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Виталий Мукан и руководитель транспортного предприятия Михаил Реус. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин